Жизнь, посвященная искусству. 80 лет исполнилось хореографу Николаю Шарыпову. Начав свою творческую деятельность еще во второй половине 50-х, он прошел непростой путь от участника художественной самодеятельности до главного балетмейстера профессионального ансамбля. За это время у него было много достижений, но Николай Павлович Шарыпов не намерен останавливаться на достигнутом, продолжая свой долгий и плодотворный путь в искусстве. От трудовой и творческой биографии этого замечательного человека можно говорить долго, поскольку она давно уже превысила полвека. Важным шагом его молодости стало решение заниматься хореографией. И несмотря ни на что, он до сих пор остался верен настойчивому желанию посвятить себя искусству. Еще в 1996 году он стал хореографом в славянском филиале Армавирского государственного педагогического института. Здесь он создал хореографический коллектив «Меридиан». Конечно, первые шаги были самыми трудными. Я работал в основном на этюдном материале. Фрагменты, этюды, такие простейшие хореографические постановки народные. А уже туда дальше стал делать постановки народно-сценического направления. То есть там, где содействованы и классический танец, и современные ритмы. Все это, конечно, молодежи нравится. Настоящим чудом тогда, когда «Меридиан» только набирал свою творческую высоту, казалось преображение никогда не танцевавших ребят на сцене, которое происходило благодаря настоящему мастеру. Я помню, просто восхищалась первый танец, когда 12 парней математического факультета, которые никогда не танцевали, никогда вообще не были на сцене, и вдруг они вышли и на районном фестивале начали танцевать народный танец. Это, конечно, неимоверно трудно. И Николай Павлович никогда не жалуется, он никогда не требует чего-то особенного. Вот он понимает трудности, и понимал трудности становления нашего института, и я понимала трудности становления его коллектива. Но посмотрите, все эти трудности были преодолены, и сколько выпустил поколений, Николай Павлович. Если вы вот бываете где-то по району, вы обратите внимание, танцы, которые он ставил, они в других районах, сейчас дети их танцуют, в школах. А когда спросишь, а кто постановщик, это наши выпускники. Особых секретов педагогического мастерства у него нет, считает сам хореограф. Есть только огромная увлеченность любимым делом, которая для него не просто работа, а служение искусству. Это уже не то, что профессия, это моя жизнь. И, конечно же, общение с молодежью, оно продлевает жизнь, наверное, всех людей. Не секрет, что, например, Моисеев проработал, прожил, работал до 105 лет. До 105 лет. Если сказать о достижениях нашего коллектива, которым я работаю, театр танца «Меридиан», они на сегодняшний день десятикратные лауреаты первой степени международных конкурсов. Четырежды победители гран-при. Дважды на международных и дважды на краевых. Это хорошее достижение. Их, конечно, это тоже радует, и меня радует. Очень радует выступление в театре танца его участников. Все, что связано с этим светлым искусством, приносит самые положительные эмоции. Я поняла, что я буду заниматься танцами все свои студенческие годы, и я действительно счастлива, что я попала в этот коллектив, что я на протяжении пяти лет вообще смогла взаимодействовать именно с Николаем Павловичем, потому что его творческая энергия, это какой-то неиссякаемый источник, он нас очень сильно заряжает. И если бы не Николая Павловича, то этого коллектива на самом деле не было. Я очень рада. Коллектив для меня – это не просто хобби. Наверное, моя студенческая жизнь без коллектива была бы не такой интересной. Ребята искренне благодарны руководителю коллектива, благодаря которому они смогли выйти на сцену и покорять своим мастерством зрителей. Николай Павлович с нами проводит огромную работу. Я лично с Николаем Павловичем пишу сценарии, делаю музыку, репетируем часами, днями с трех часов до восьми вечера. Мы занимаемся здесь в хореографическом зале переполненной энергией и чувством любви к театру и хореографии. Поднимаем, так сказать, культуру нашу отечественную. И Николай Павлович, конечно, заслуженно получил свое звание, заслуженного артиста. Я хотел бы отметить, что Николай Павлович еще высококвалифицированный специалист. На праздничном мероприятии в честь заслуженного артиста Чечено-Ингушской АССР руководителя народного самодеятельного коллектива народного танца «Меридиан» прозвучало много самых добрых, идущих от сердца слов. В каждом коллективе всегда есть люди, которыми мы гордимся, которые создают честь, славу. И я думаю, что ни одни слова превосходной степени сегодня не могут быть лишними. Все, что есть связано с вашим именем в нашем коллективе, это наша гордость. Совершенно искренне. Я думаю, что все мои коллеги всегда разъявят эти слова, скажут еще больше. Спасибо вам за то, что вы есть. Неравнодушие и высокий профессионализм по достоинству оценивали все, кто поздравлял хореографа с юбилеем. Вам идут ребята, которые просто хотят танцевать. И вы берете вот нас, таких простых студентов, на хореографическом языке говоря, простых деревянных ребят, и делаете из них то, что у вас получается просто великолепно. На весь край славится «Меридиан». На весь район все знают, что «Меридиан» у нас прекрасный коллектив. Я вам желаю еще терпения, чтобы через лет 5-10 мы с вами отметили, как уже здесь сказали, ваш юбилей. Большущее мероприятие. Мы с удовольствием подключимся и поможем во всем. Ну и от себя лично, от главы муниципального образования Славянский район, от всей администрации, моего коллектива управления по делам молодежи, которые тоже во многом выпускники нашего вуза. Желаю вам здоровья крепкого. Вы, самое главное, вы работаете с молодежью. Вы делаете для молодежи то, чего, может быть, не сделает никто. И, конечно же, всех собравшихся порадовали своим мастерством артисты Театра народного танца «Меридиан». Немало пожеланий здоровья, новых творческих успехов, благополучие было произнесено в этот день со сцены. Мы присоединяемся ко всем прекрасным словам, желая Николаю Павловичу Шарыпову оставаться таким же деятельным и продолжать свое благородное дело, приобщая молодежь к искусству танца. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова